Лыжероллерная трасса Не международным олимпийским комитетом Еще пару лет назад атлеты с лыжными палочками в руках Летом вызывали массу вопросов Теперь зрелище это вполне привычное И довольно популярное Ну биатлон вообще популярен Популярный вид спорта Летний это одна из составляющих частей Биатлона как такового И это этап подготовки Это результаты этапов подготовки Летнего подготовительного периода И готовность спортсменов К выступлению зимой В первенстве две дисциплины Кросс-спринт с двумя огневыми рубежами И гонка на лыжероллерах В зависимости от возрастной группы Спортсмены преодолевают от 3 до 6,5 километров Перепад высоты на дистанции От 25 до 30 метров От этого и скорость на каждом отрезке Варьируется Чтобы просто устоять на ногах Атлетам нужно очень постараться Бегаем, стреляем Это основное наше Но у нас есть комплексные тренировки То есть Именно катание на роллерах И стрельба И имитация Это бегать по горам очень много И прыгать в гору То есть там На сборы ездим За город Как бы что еще у нас есть Кроссы Тренажи То есть холостые работы с винтовками Летний биатлон Многие спортсмены и тренеры Расценивают именно как подготовку К зимнему сезону Но это те У кого большие спортивные планы Встречаются на дистанции Такие атлеты Кто финишировал Без падений И это уже их маленькая победа Я не упала Я уже молодец У тренера Какое на этот счет мнение? Тренер смотрит по технике И по результату Результат пока неизвестен Она смотрит по технике И она не очень довольна этим А ты сама? А у меня сейчас очень плохо После финиша То есть я финишировала Я выложилась Как я думаю На все 100 И то как техника Сейчас там была Меня мало волнует Меня сейчас будет волновать Больше результат На протяжении двух дней Участники первенства По летнему биатлону Стреляли и преодолевали Километры на лыжероллерах Определились фавориты У девушек Это Дарья Афанасьева И Арина Горохова У юношей Владимир Медведев Игорь Малиновский И Константин Восинок Поздравляем Продолжение следует...